Друзья, пока я вас жду, предлагаю потанцевать. Какое-то прекрасное настроение. О, уже все подключается. Добро пожаловать! Всем привет! Подождем, пока кто-нибудь подключится. Еще пару минут. Сегодня супер классная тема. Тема, собственно говоря, которую вы выбрали сами. Тема про стилевые формулы. И сегодня я про них буду рассказывать. Я даже придумала необычный формат. Формат показывать на себе. Несколько формул на себе покажу. Даже приготовила маленькие переодевания. Не знаю, честно говоря, как это будет происходить. Но новый формат. В общем, время экспериментов. И остальное я покажу на фотографиях, которые тоже для вас приготовила. Надеюсь, что шум из окна вам не мешает. Но, тем не менее, мы находимся в Нью-Йорке, в самом центре. И здесь, честно говоря, сложно найти тихое место. Всегда что-нибудь где-нибудь стучит. Машины едут, что-то где-то гудит. Музыка играет. Поэтому уж как есть. Так, подожду еще. И начнем. Если есть вопросы, то можно сразу же их задавать. Можно тогда сразу же даже будет поразбирать. Особенно, если есть какие-либо личные вопросы. Так, подождем еще. Ну или начнем. Начнем с того, что, да, собственно говоря, с образа, который для вас нарядила специально. Такие широкие карго-штаны. Вот приблизительно вот так они выглядят. И это, на самом деле, первая формула, первая формула, которую я хотела поделиться. На лето идеально. Для городского лета. И также для вашего чемодана, для отпуска, если вы решились куда-то поехать. И нужно взять какую-нибудь вещь на все времена. Для разных ситуаций. Первое, это вот такие шелковые брюки. Широкие брюки, карго-брюки. И почему шелк? Честно говоря, я рекомендую шелковые брюки, наверное, всем своим клиентам. Очень многим они подходят по ДНК. Женственные, очень такие приятные к телу. Модель вы должны выбрать, конечно, в своем ДНК. Это могут быть и не шелковые брюки, а просто широкие брюки. Но, тем не менее, такая вещь, которая, ну, нельзя сказать, да, что она универсальная. Потому что я вообще против слова универсальный. Все-таки мы все индивидуальные индивидуальности. И каждому в своем ДНК будет подходить разное. Но, тем не менее, именно шелковые какие-либо вещи, они чаще всего очень классно комбинируются. И особенно летом на базе них можно создать разный образ. И первая наша формула. Формула, когда у нас есть объем внизу, то есть это какие-то широкие брюки, допустим, про которые мы уже проговорили две минуты. Вот такие шелковые. У меня карго. Брюки с большими карманами. Можно и без карманов. Они могут просто струящиеся. И короткий топ. В самой формуле самое главное именно сочетание чего-то очень длинного, которое показывают наши бесконечные ноги, которые доходят до линии талии. Талия, если что, если кто-то не знал, это там, где есть кубок. Вот талия, она вот здесь. И вам нужно надеть что-то такое коротенькое. Или это может быть танк-топ, который вы заправили внутрь. Это может быть кроп-топ. Разные варианты кроп-топов на одно плечо. Это может быть завязанный плато, к которому мы вернемся чуть попозже. Но показать именно объем внизу и формулу 70 на 30. То есть визуально, когда наш глаз скользит по нашему телу, он останавливается на середине нашего тела в пропорциях. И у нас складывается такая классическая правильная пропорция. Для мягких-мягких тканей всегда хорошо в комбинациях добавить к такому образу что-то более структурное. И, например, вот такой жилет сегодня я добавила. Тем самым я эту формулу проиграла несколько раз. Во-первых, наша формула, когда у нас что-то объемное внизу и более приталенное вверху. Да, максимально актуальное сейчас. Второе, это использование разных текстур шелк вместе с альмином. Третье, это более четкие линии отреза, благодаря контрасту еще цвета черного и белого. И получается вот такой достаточно стильный образ для... Ну, честно говоря, я думаю, что это больше не для отдыха, а для борда. Структуру можно добавить какими-то более четкими, выразительными очками. Сюда можно добавить более структурную сумку. Это будет действительно такой выход в офис или что-то такое. Можно добавить такую мягкую сумку. Это нанушка, я тоже ее очень люблю. Часто с собой именно берут путешествия, потому что она такая вот мягкая и много куда подходит на длинном ремешке. Но, как я сказала, сумки сюда много какие подойдут. Это уже, ну так, поиграться с вами вместе в какие-то образы. А сейчас я покажу еще несколько подобных образов, которые построены по данной формуле. Формула, еще скажу, максимально актуальна сейчас. И вот сейчас я вам ее покажу в других исполнениях, так сказать. Вот, например, да, здесь мы видим с правой стороны, что как раз широкие брюки, подчеркнута линия талии ремнем и танк-топ. Сейчас еще другую покажу фотку. Я для вас на самом деле много чего приготовила. Здесь то же самое, широкие прямые брюки и добавлена структура. Вообще сочетание чего-то очень массивного плюс очень гладкого вверху или структурного. Такая современная формула, современный вайп, легко повторить. Открывать пупок, открывать живот, не открывать. Дело лично каждого. Но если вам это симпатично, вам это идет, и вообще у вас, например, есть прекрасный пресс, который вы можете показать, вот я его баррикадирую, то вот почему нет добавить какой-то короткий жакет. Или на самом деле даже если у вас жакет будет ниже, вот как у меня, например, тут жилет, это может быть жакет. Да, все равно линия отреза будет соблюдена, ваши ноги все равно будут казаться бесконечными, и будет такая вот правильная классная пропорция. Широкие джинсы, это, кстати, могут быть не только шелковые брюки. Шелковые брюки я надела, потому что мы еще параллельно с тем, что я обещала говорить про формулы, но мне хочется все замиксовать к лету, к гардеробу на лето и к гардеробу для какие-то варианты для отдыха. Я выбрала именно такие шелковые брюки, потому что летом, мне кажется, в джинсах просто жарко. Например, у нас в Нью-Йорке сейчас 30 градусов, и немножко жарковато. Но если, например, вы в другом какой-то части планеты нашей находится, и джинсы это самое то, что вам сейчас по погоде подходит, то широкие джинсы, да, плюс какой-то кроп-топ, работают все те же правила, и вы сделаете тоже очень максимально такую современную формулу. То есть формула будет работать в любом случае. Вот здесь тоже самое, широкие брюки какие-то, да, и плюс очень узкий, приталенный внизу футболка или танк-топы, это вот что-ли-форевер, что бы это ни было бы. Здесь еще добавляется жакет, и действительно это немножко другая формула, мы о ней поговорим попозже, потому что сейчас мне хочется показать вам еще больше примеров. Всем приветствую, кто присоединяется, сегодня мы говорим о формулах, о формулах в структуре нашего костюма, которые максимально, наших луков, которые максимально актуальны сейчас, и образы, которые можно использовать летом, и образы, которые можно взять с собой в путешествие именно по этим формулам. А сейчас то же самое на экране, это такие широкие баги, прямые джинсы, стянутые поясом, да, соответственно, вот этот баланс, он поддерживается, что кажется, что-то очень большое внизу, и плюс очень гладкий. Здесь не то, чтобы он гладкий, знаете, в прямом слове, это действительно может быть танк-топ, который вот толстенький такой танк-топ, и он будет действительно гладким. Может быть какой-то кардиган, кстати, вот здесь тоже очень красивая формула, это кардиган, который буквально на одной-двух пуговичках, он немножко расстегнут, особенно если там даже нижнее белье, вы можете надеть на голое тело, можно на нижнее белье, но когда видно немножко самого белья, тоже очень красиво. Но наша формула здесь работает превосходно, да, то есть я думаю, что вы здесь уже ее видите, широкие, большие, объемные брюки внизу и какое-то что-то внизу более гладко, вверху, простите, внизу вверху, более гладко. При этом формула работает лучше, когда волосы тоже убраны и более гладкие. На самом деле это уже дело вкуса, и действительно, если вы сами чувствуете свой стиль, то вы можете их распустить, они могут быть изовиты, но так как в этом есть больше структура, Помните, мы говорили, что в деловой образ вообще хочется всегда привести какую-нибудь структуру, чем мягче образ, тем хочется добавить туда вот капельку, да, наперчить. И вот эту структуру можно сделать через сумку, как я вам рассказывала, через сам элемент одежды, как мой топик, или, например, хотя бы через прическу, да, и очки. Хотя все остальное это багги джинсы, очень широкие, большие, кардиган не то чтобы очень структурная вещь, да, сами видите. Но при этом все вместе собрано, смотрится собрано, цельно и очень актуально. Про широкие брюки еще покажу вот такой, тут тоже, например, это широкие брюки, да, тоже карго, и нельзя сказать, что это какой-то очень обтягивающий верх, но при этом вот эта пропорция разделения цветом работает, и смотрятся такие брюки тоже актуально. Ну, это так вдобавок сказала, потому что сейчас мы будем нарушать уже эту формулу, и увидим, как, например, к широким брюкам, да, не всегда, это одна первая работающая формула, широкие брюки, какой-то облегающий или структурный верх. Вторая формула, на самом деле, с теми же брюками, брюки-то я переодевать уж не буду, как его сделать, этот, вот, эти же, при помощи этих же брюк, чуть-чуть другое настроение, чуть-чуть другой посыл, для, возможно, другого какого-то выхода, например, это сместить линию, уже сместить линию талии. То есть мы сделаем другую пропорцию, это будет совершенно другая формула, например, такая, как на экране, когда при помощи жакета, при помощи куртки, длинной футболки, чего угодно, сама линия переносится вниз. Вот здесь у меня брюки, на самом деле это неважно, это у вас широкие брюки, это шелковая какая-то длинная юбка, это может быть структурная юбка. Здесь нужно формуле, нужно понять принцип, да, потому что сами вещи можно искать, составлять, брать любые, но нужно понять принцип, который вот, и выбрать те формулы, которые идут вам. То есть первая формула, мы с вами ее, думаю, уже проработали и запомнили, а вторая формула, это какой-то тоже баги, джинсы, широкие брюки-карго, юбка какая-то широкая, и при этом вот такая футболка. Минуточку, сейчас будет как раз переодевание, минутку. Сейчас я как раз... Я вот к вам уже возвращаюсь. Сейчас, минутку, я это вообще, стопс, отключу и вам покажу, что вместо, например, уже таких вот тапочек... Я сейчас была вот в таких просто... Ой, это не так показала, вот так. Показала. Обычных таких шлепках на маленьком каблучке Татэна. Не знаю, вы меня видите, нет? Надеюсь. Тут как-то вот стол, я неправильно ставлю, наверное, камеру, но надеюсь, что вы меня видите. Сейчас я немножечко покажу вот так, вот так. Не знаю, что мне еще взять. Вот, да, то есть у меня смещен акцент талии вниз, да, то есть вообще кажется, что талии никакой нет. Это прямой силуэт, когда весь объем спускается немножко вниз, при этом широкие это брюки. Ну, нам нужен здесь все равно какой-то интересный акцент. Акцентом услужат вот такие очень необычные тапки у меня. Очки, допустим, да, и тоже вот... Ну, я приготовила одну сумку, поэтому здесь будет одна сумка. По идее, сюда много чего может подойти. Ну, вот такие тапки, да, объемные, тоже с какой-то золотой штучкой, такой цепью, J.W. Андерсон, какая-то маленькая сумка, и это может быть как-то так. И можно пойти, в общем, гулять по Нью-Йорку. Вот, веселю вас сегодня своими танцами. Понимаете, да, что линия у нас двигается вниз, и это вторая формула, и она действительно рабочая, и в ней многим комфортно, но при том, что это очень просто, минималистично, не забывайте про какие-то акценты, потому что без акцентов чаще всего такие образы будут смотреться совсем просто, не всегда собрано, да, в ней хочется добавить сюда или какой-нибудь необычный элемент, и, например, в моем случае я добавила очень яркие, необычные тапки, как их назвать, да, сандалии вот эти, и очки, да, и кажется, уже образ сложился. Можно сюда повязать какой-нибудь шарфик, сюда можно добавить каких-то много украшений, ну, мне достаточно, мои серьги каф, достаточно очки, мне вообще люблю, на самом деле, всегда надеть очки, мне кажется, уже достаточно без перегруза, и то, что есть какой-то аксессуар где-то там внизу, не возле моего лица, мне, например, от этого только спокойнее, как-то вот мне кажется всегда, что этого достаточно и хватает. На самом деле это все зависит от вашего личного ДНК стиля, как вам будет комфортнее, да, как будто наоборот очень идут многие аксессуары именно впереди, это могут быть на самом деле даже очень яркие, это может быть цепочка быть бриллиантов, это может быть нитка бриллиантов, может быть нитка жемчуга вместе с цепями, это может быть один какой-нибудь длинный кулон, ой, кстати, сейчас его возьмем, здесь у меня есть один кулончик, который я купила в музее Сен-Лоран, я сейчас только что была, когда в Марокко, знаете, да, что Сен-Лоран, это вот он там, у него была такая вот птичка, ну вот теоретически, не знаю, и то, мне кажется, уже перебор, но, не знаю, пишите, вот как, например, если бы так было бы, да, такие тапки главное, ну тут уже акцент на тапках, ну, допустим, да, вот какую-то одну такую штучку еще можно повесить, но, честно говоря, мне всегда все хочется снять, да, мне кажется, всегда уже всего много и достаточно. Так, эту формулу разобрали, сейчас я вам ее покажу еще не на моем прекрасном примере, да, о таких домашних условиях, а как это еще может работать. Так, ну где мои примеры? Я для вас, знаете, сколько всего скачала? Ну вот, например, да, это то же самое, на самом деле. Баги, широкие брюки, баги, широкие брюки, при этом футболка заправлена внутрь, и здесь, на самом деле, могла бы футболка и быть и не заправлена внутрь, да, а может быть, это просто какой-нибудь широкий пиджак. Кстати, пиджак я не взяла, но я уже не побегу за ним в гардеробную, поверьте, что сюда, если я добавлю пиджак, будет выглядеть тоже вот так, и очень, кстати, будет тоже красиво. Сейчас я вам включу следующую картинку, пока вы будете ее рассматривать, а я ее буду обсуждать для вас. Ну вот, например, вот такую, да, то есть на самом деле, что в этой картинке? Вместо брюк это длинная юбка, белая, пропорция снижена вниз. Тут главное запомнить пропорции, да, вот актуальные формулы. Формула первая была, что-то широкое внизу, в обтяжечку вверху. Вторая формула, что-то широкое внизу, и широкое опять вверху. И на самом деле вот этот струящийся такой силуэт, это максимально актуальный сейчас силуэт. Идет ли он вам или нет, вы должны посмотреть на тип своей фигуры. Про это, кстати, может быть, мы сделаем отдельный эфир, потому что если я сейчас уйду в тему, как выбирать еще силуэт, вот тип фигуры, какую формулу, мы с вами не закончим. Вот, здесь то же самое, да, то есть толстовка, что угодно, что делает, как вы можете взять, использовать этот инструмент, да, использовать, собственно говоря, вот эту формулу для себя. Можно взять вот так сделать, потому что она работает и летом, на самом деле, и зимой, и осенью, и для лета. Вот, с чего мы начали, что у нас одни широкие брюки для лета, допустим, для отпуска. И вы взяли, но, кстати, для отпуска, возможно, вы не будете брать какой-нибудь там жилет, как я показала, или какую-нибудь там, сейчас я пока буду переодеваться, подождите-ка, или какой-нибудь, ну, не знаю, там, пиджак, да, то есть это, возможно, будет и неуместно на отдыхе, но вы вполне можете взять футболку, да, для того, чтобы создать более легкий такой образ для какого-нибудь посещения музея, а можете взять платок. Я вам уже вот так показываю, это просто такой вот платочек, ну, такой широкий, достаточно, и сейчас я вам еще покажу один очень классный прием. Ну, на самом деле, мы делаем его вот так, да, то есть, ой, кстати, давайте я выключу, потому что вам же меня не видно. Потом включим обратно. И платок, берем платок, и нашу же формулу любимую мы добавляем вот таким асимметричным разрезиком. Сюда же добавляем, ну, что добавить? Ладно, сумка у меня здесь одна, поэтому только не еберю. Возьму сюда же очки, оставлю эти же тапки, да, и вот так, например, в таком виде я могу пойти, например, вечером, когда вы уже находились в своем танктопе, просто широких брюках, в музее, или там еще куда-нибудь выходили, что-нибудь смотрели, вечером вам хочется добавить какой-нибудь элегантный момент и не быть уже, возможно, такой голой, и хочется отправиться в какой-нибудь аперитив, в какой-то ресторан, то вот, мне кажется, даже в такую маленькую сумочку поместится платок, который раз и готово, да. Платок можно по-разному играть, можно и так сделать его, да, можно его на самом деле и заправить в штаны наши, да. Ну, я люблю вот так на одно плечо, именно так и гуляла по Ницце, и я надевала, правда, с белым танктопом и с черными, или с белыми, я забыла, с какими брюками, но все очень прекрасно сработало, тоже вот такой простой момент, как уже мы взяли одни брюки и как мы сделали уже три разных совершенно вайба, и мы с вами изучили уже две формулы. Ну что, давайте пойдем дальше, а что я еще хотела показать? А, слушайте, знаете, если мы сейчас говорим про платки, я могу, мы сейчас дальше пойдем с вами по формулам для летнего гардероба, но я вам покажу, что еще делать с платками, чтобы их носить более современно. Ну вот, на одно плечо вы поняли. Кстати, давайте я пока буду вязать эти платки, я вам покажу картинки, как еще можно, куда деть платок. Платок можно всегда поместить на платье, вот как здесь, и обозначить Таню. Можно им, я не буду снимать уже с вашего позволения свой прекрасный танк-топ, я просто покажу, что как это работает, и что с такими же широкими брюками, про которые мы все еще сегодня говорим, как это может тоже прекрасно работать. Я сейчас ищу, сейчас минутку, может быть, и найду, унижение у меня не сохранилось. Я, собственно говоря, хотела просто показать фотку то же самое, что делаю я, но на большом экране, чтобы вам было видно, но что-то я не могу это найти. Пока вот эту посмотрю, пока посмотрю, что покажу вам, что на плечо можно вязать не только, как я показывала на танк-топ, можно навязать прям вот в эту формулу, эту формулу мы сейчас будем проходить, прям на жакет, можно навязать прям на платье, например, у вас тонкое платье черное, на бретельках, и когда вам кажется, что вы слишком, знаете, такой эффект, как будто ты голый, да, слишком открыто, хотя в жару в 35 это не ощущается, но побольше все равно хочется прикрыться, вот этот способ намотать платок на одно плечо, он всегда идеально работает. Ну, а я вам хотела показать такой простой способ, когда берем тот же, собственно говоря, платок, наматываем его как топик, и прекрасненько с ним, ну, я не буду, хотя, ну, представьте меня, без ямочек, вот так, да, и вполне оно могло бы тоже сработать, и было бы очень красивым вариантом. Сейчас я вам покажу еще, куда можно намотать платок, и его можно намотать в виде, в виде вот такого браслетика, на самом деле, я очень люблю так делать, простите, на самом деле, я вам, конечно, не советую ходить под жилет с тем, что может торчать, но еще жилет, жилет надевать на просто на белье или на без него, но из-за того, что я переодевалась, я решила так вот сделать, чтобы сэкономить время. Платковой точке классно смотрится, да, на руке, а потом лисижарка его всегда можно надеть как бандана. И еще покажу сразу же, это все к отпуску, к тому, что, куда одеть, как это сделать в отпуск, что взять, что взяли пару, одни, например, шелруковые брюки, одну какую-нибудь длинную футболку, несколько танк-топов или каких-то топов, и для гардероба, например, для путешествия, смотрите, берите к одному низу три верха, три-пять верха, и у вас будет ощущение, что у вас очень много разных стайлов, да, разных каких-то комбинаций. Если вы к ним еще возьмете какие-нибудь шорты, а про них мы сейчас будем говорить, у вас получится другая уже формула, сейчас если у нас формула что-то очень широкое внизу и гладкое вверху, то мы сейчас перевернем эту формулу, плюс несколько платков, и вы по-разному будете все это стилизовать, и вам будет казаться, что у вас днем, ну, очень много чего, каких есть вариантов для, много вариантов луков. Если вы взяли, собственно говоря, платки, то вы уже их можете повязать двумя способами в виде топа, на одно плечо, замотать на корзинку, я люблю, кстати, мотать просто вот так на корзиночку, кстати, на самом деле, почему нет, я бы и так могла пойти даже вот к этому образу, а уж тем более, если бы это просто будет танк-топ, или это будет платье на бретельках, плюс корзинка, или взять вот этот же платок, потом надеть его как бандана, или для чего-то забронтать его на одной вот так руке, в общем, тут очень много вариантов, а платки, на самом деле, я мотаю даже на дорожные сумки, вот обычная дорожная сумка, с которой, на самом деле, я и путешествовала в Ниццу, мне и так много чего помещается, и сюда я тоже намотала платочек, просто мне казалось, что с тем, что у меня был очень простой образ по формуле, которую вы сейчас, наверное, видели, просто широкие штаны и длинная футболка, я так чаще всего путешествую в чем-то таком нейтральном, то мне казалось, что вот я украсила все одним платочком, только не на себе, а на сумке, и уже достаточно украшательства. Так, что я хотела следующее сказать? А, следующее, мы переходим к следующей, к третьей формуле, у нас есть еще время, уже 27 минут, говорю, ну, я надеюсь, что я успею сейчас еще третью формулу сказать, потому что, ну, она правда очень важная, сейчас, третья формула заключается в том, что у нас что-то очень короткое, я уж не буду ее демонстрировать на себе, с вашего позволения, кстати, я сейчас так сюда подсяду и немножко спущу себя сюда, вот так, чтобы вас видеть, а короткие шорты, шорты боксеры, которые сейчас максимально актуальны, и если у вас прекрасные, красивые ноги, которые вы не хотите баррикадировать, а я бы вообще летом забила на любые какие-либо предрассудки, и всегда показывала в ноги, потому что, мне кажется, это всегда женственно, всегда красиво, и сверху тогда, по идее, такие шорты круто будут смотреться, не пошло, если коротким шортом вверху добавлять какой-то объем, то есть мы нашу пропорцию как будто переворачиваем, да, у нас внизу объемы что-то узкое, а сейчас мы переворачиваем, то есть у нас могут быть широкие, вот такие шорты, на самом деле это могут быть даже велосипедки, и при этом объемный верх, это может быть структурный, тут действуют те же правила, чтобы это смотрелось более по-городскому, нужно добавить какую-то структурную вещь, так же, как мы с вами вот сейчас к баги, брюкам, мы добавляли какую-то структурную вещь в виде жилета, жакета, или сумки, или гладких хотя бы зачастных волос, так же и к шортам мы можем для города, для офиса, или если у вас какой-то неформальный офис, добавить просто жакет, это будет уже вполне собранный образ, сейчас еще покажу, или добавить хотя бы рубашку, рубашку, кстати, вот на этом примере она добавлена, я бы ее расстегнула и выбрала вообще в какую-нибудь большую оверсайз рубашку, кстати, можно даже посмотреть ее в мужском отделе, потому что мужские рубашки, вот сейчас в сейлс, если вам интересно охотиться на что-нибудь, да, то обязательно заходите в мужские отделы, там бывают очень правильные крутые рубашки, ну на самом деле у некоторых брендов тоже классно сшитые рубашки, например, в России я знаю, что это бренд форма, у них действительно классно сшитые рубашки, я только что была в Москве и прям не раз туда зашла, а так, я люблю рубашки, их редко встретишь, именно классные в женских брендах, можно всегда зайти в мужской бренд и там посмотреть льняные рубашки, их расстегнуть, да, и вниз надеть танк топ, надеть кроп топ, расстегнутый, то есть именно рубашка добавить вот эту необходимую сдержанность, собранность, структуру и при этом мы можем классно носить вот такие шортики. Летом на пляже, например, ну или где-то приморский, если это, допустим, город, мне нравятся и вот такие странные варианты, да, какие-то, просто мне понравилась эта картинка, стайлинг, я вам ее показываю, она не вписывается, честно говоря, вот в такую прям формулу, но все, формулу не впишешь, на нее можно опираться. Здесь, на самом деле, тот же прием, те же короткие шорты, но становится максимально удобно их носить в городе, они становятся не как будто ты, да, встал с постели и совсем уж такой какой-то неряшливый, какой-то заблудший художник, здесь они, появляется структура жакета, структурная обувь, структурная сумка, кстати, это не важно, что вам нужно обязательно точно такую же сумку или точно такие же тапки, задача в том, чтобы там была структура, чтобы где-то была структура, да, структура может быть на самом деле и кепка, и зализанные волосы, вот такие очень гладкие, это уже собирает образ, но вот такие классные шорты, я знаю, что это тренд сезонный, да, многим они очень нравятся, вот здесь, кстати, очень классная правильная рубашка, вот на этой фотке, тут надо было вам не показывать, вот здесь мне нравятся шорты, и мне нравится рубашка, что она именно как нужно, баги, немножко такая оверсайз, и при этом структурная сумка, которая все собирает весь этот образ, и это называется на самом деле перевернутая формула, вместо, вместо вот этих шортиков, может, это такой же совсем пляжный вариант, сетовский, я вам, кстати, показываю для того, чтобы, если вы покупаете такие шорты, покупайте его сетом, потому что чаще всего к шорту идет еще классная рубашка, и, например, на отдыхе это всегда самый простой способ, что надеть, наденьте сет, и сет может быть вот летний вариант для отдыха, вы можете взять вот такой с короткими шортами, потому что, мне кажется, не знаю, на любом острове, на любом прибережном городе, да, в каком-то городке, да, на пляже, в отеле нет ничего удобнее такого костюмчика, потому что даже на кольпальник можно натянуть шорты, и сверху надеть рубашку, и отправиться, не знаю, в какое-то кафе рядом, да, или если это достаточно большая рубашка, то можно прямо надеть просто рубашку как платье, подвязать ее каким-то шнурком, можно не подвязывать, да, и так отправиться, уже будет тоже классно, ну, и шортики тоже, но еще и сеты, если мы говорим для гардероба летом, и для городского, то просто можно не шорты брать, а длинными брючками, да, то есть такие, как бы, как пижамные варианты, потому что они тоже идеально будут работать в городе, а этим, вообще этим летом актуальны шорты, шорты даже в офисе, только они должны быть из другой, конечно, не спальные такие шорты, боксеры, а больше структурной ткани, это могут быть, это может быть лен, это может быть просто тонкий хлопок, ну, какой-то плотный, здесь я не уверена, что в таком кроп-топе вас пустят в офис, смотря какой офис, может быть, вполне может быть, смотря, ну, вы сами знаете, да, что у вас позволено, что нет, это зависит от каждого офиса, я бы все-таки прикрыла живот, да, все-таки для офиса и надела бы туда хотя бы танк-топ, но, или застегнула бы пиджак так, чтобы его не расстегивать, хотя в офисе, мне кажется, это сложновато, да, чаще всего хочется снять жакет, может, вместо жакета всегда использовать рубашку, да, как более мягкий такой вариант, актуальные шорты тоже такие мужские, и мужские шорты прямые, и если вы их нигде не можете взять, такие шорты, да, чтобы сыграть вот эту формулу, если это ваша формула, да, показать ноги и что-то объемное сверху, то возьмите просто джинсы и обрежьте их, правда, это будет работать очень классно, где взять джинсы, на самом деле, в том же любимом мужском отделе, они очень классно обычно сидят такие джинсы, мужские джинсы, да, на женских бедрах, побольше взять и хорошенько их так вот отчикать, и можно делать тогда собственные шорты, которые идут именно вам, ну, если именно проблема найти правильные классные шорты. Здесь тоже просто еще один пример актуальных шорты с жакетом, насколько это красиво и достаточно уместно смотрится даже в городе, а это еще раз хотела показать просто сет для пляжа, мне кажется, отличная формула работающая, и почему бы именно так, а, кстати, еще к тому, что это можно всюду миксовать, да, можно рубашку надеть на ту же нашу длинные брюки шелковые или на какую-то длинную юбку и прямую рубашку, да, сделать нашу вторую формулу, помните, мы сегодня говорим про формулы, или можно надеть эти шорты и сверху добавить эту рубашку, или просто танк-топ, или это будет просто какой-то, да, какая-то другая рубашка, или это будет даже часть вашего купальника, и отлично сработает. Так, что еще хотелось сегодня, о чем я еще хотела с вами поговорить сегодня, так, это про платье, а для лета вообще каждый, а, нет, вот еще про пижамки покажу, что, ну, это такая более забавная вещь, но тоже это широкие брюки летние и такой смешной топ, это я хотела сказать к тому, что формулы будут работать в любой стилистике, и вот стилистику вы выбираете сами, какое ваше ДНК, а формула сама пропорций будет работать для любого, ну, для любой стилистики, вот, на всякий случай, вот, хотела вам сказать такую вещь, но я надеюсь, что вы уж знаете это. хотела показать еще пару платьев, мы с вами проговорили, да, что, что для летней, что летние формулы, формулы, которые мы можем использовать для лета в городе, для лета на отдыхе, и вы сами для себя, просто для того, чтобы, да, собрать свою капсулу, собрать летний гардероб, отмечаете, какие из трех видов формулы для вас работают, возможно, все три, да, потому что именно меняя стилистику, переворачивая эту формулу, у вас получатся совсем разные комплекты, хотя базовые вещи, базовые для каждого своя, лишний раз об этом скажу, как, например, для меня база это шелковые вещи, шелковые брюки, и на основе них я даже при вас уже сделала сколько, раз, два, три, четыре варианта образа с разной пропорцией, когда разная пропорция разным стайлингом и разным каким-то таким вайбом, потом посмотрели, что в эту формулу мы можем дать в свой гардероб, летний гардероб для города, для отдыха, мы можем включить шорты, как они могут смотреться, какие шорты у нас могут быть для лета в городе, для отдыха, и платье, платье, это на самом деле формула вытянутого силуэта, и мне вот очень нравится вот такие вид платьев, длинные, вот это современные, актуальные платья, на плоском ходу, мне кажется, очень стильно получается, вот тоже, мне кажется, актуальная такая формула, ну, в общем, обратите на нее внимание, а я вам покажу, сейчас побольше платьев, где-то я их здесь посохраняла уже специально для вас, а вот еще, кстати, сохранила для вас виды, ну, сейчас я их тоже покажу, так, столько всего хочется показать, ну, давайте вот это, тоже платье, длинные платья, и тоже на прямом ходу, просто я хотела вам показать какие-то более актуальные, актуальный вид платьев, которые сейчас, и на самом деле, как и платье, все делает аксессуары, то есть, внимание, если вы идете в путешествие, возьмите, какие у вас будут очки, какая будет обувь, возьмите именно какие-то шлепки, возьмите какие-то аксессуары маленькие, которые каждый образ сделают уже другую стилистику, а когда у нас будет казаться, что это другой вайб, да, тогда даже с минимальным количеством вещей у нас будут разнообразные образы для путешествий, ну, в общем, платья такие длинные, прямые, тоже максимально актуальные, их можно раскрашивать какими-то деталями, да, какие-то платками, ну, собственно говоря, да, то, что я вам показывала, можно подчеркивать талию платком, можно повязывать, на самом деле, летом, вот это закрытое такие платья, мне кажется, закрытое платье больше городские, да, а если жарко, то на тонких бретельках, вообще, или на толстых бретельках, это уж, какие у вас плечи, да, и какой стиль больше идет, ну, вы знаете, да, наверное, на всякий случай скажу, что если у вас очень широкие плечи, и вас это каким-либо образом беспокоит, хотя это очень красиво, такие, ну, бывают такие вот широкие плечи, то выбирайте средней, средней толщины лямки, не тоненькие, потому что если будет тоненькая лямка, она будет подчеркивать ширину широкого плеча, а если будет среднего лямка, например, там, сантиметра, полтора, два, то на он будет, наоборот, скрадывать, вот, то, но в таких платьях, в шелковых платьях, на бретельках, вы можете, действительно, чувствовать себя голой, и тогда вот все эти трики, советы с платками, да, какие-то, да, хитрости, намотайте платок на одно плечо, поверьте, даже маленький платок, который вы мотаете на одно плечо, у вас будет ощущение, что вы уже прикрылись, и для, для какого-то вечернего ресторана, если, ну, есть такая задача, то, why not, да, вот так, собственно говоря, сделать, вот, ну, вот, например, вот такое возьму платье, это я просто хотела вам показать хоть какое-нибудь платье на бретельках, оно может быть прямое, не прямое, в общем, добавляем, добавляем платочки, ну, что, друзья, есть ли вопросы, я проговорила 40 минут, поделилась с вами сегодня такими формулами, мы с вами прошли, нет, четыре формулы, да, давайте их повторим, это объем внизу, тогда что-то очень узкое внизу, и добавляем сюда структуру в виде верхней части сумки гладких волос, а вторая формула, это наоборот, когда линия талии занижена вниз, да, и в первой формуле, когда у нас талия на месте, у нас получается красивая формула 30 на 70 и длинные ноги, во второй формуле, когда у нас талия снижается вниз, например, длинной футболкой, толстовкой, жакетом, да, то есть получается такой немножко баги лук, внутри которого можно подчеркнуть талию, да, но очень современный такой вайб, и здесь очень важны аксессуары, если вы выбираете такие совершенно прямые, простые детали, как прямые, например, какие-то карго брюки, просто шелковые брюки, просто шелковую юбку и футболку, то добавьте какие-то аксессуары, или в нижней части, или если вы, ваша ДНК позволяет вам нести, да, какие-то активные аксессуары в вашей портретной зоне, то можете сюда добавить, это могут быть и крупные серьги, это могут быть яркие очки, это могут быть браслеты, это могут быть платочки повязанные, это может быть платочек на шее, в общем, да, здесь зона экспериментов, уже ввиду вашего ДНК, третья формула, у нас была что-то очень короткое, это могут быть велосипедки, и просто жакет с кроп-топом, топом, танк-топом внизу, это могут быть шорты, и мы посмотрели, что шорты максимально работают в этом сезоне, и шорты спальные, такие боксеры, мужские шорты, и шорты из-за льна, более в деловом стиле, или в городском шике, например, от костюма, с костюмами, с рубашками, если это рубашки, то мы поддерживаем формулу нашего объема наверху, это какие-то баги, рубашки, мужские рубашки, такие большие, которые можно заправлять, и создавать этот образ, можно расстегивать, и внутри тогда что-то не забыть пододеть, да, и четвертая формула, формула просто очень прямого, вытянутого силуэта, платье, в который тоже максимально актуальный, и здесь мы с вами играем с аксессуарами, что мы можем подчеркнуть свою талию, теми же платками, или какими-то аксессуарами, можем оставить прямые, да, для отдыха тоже максимально комфортно, да, иногда что-то такое сверху надеть, на тот же купальник, да, чтобы дойти до кафе, так, ну что, друзья, есть ли какие-то вопросы, как вам эфир, буду рада вашим комментариям, потому что это такой совершенно новый формат, для меня, да, вот таких советов, поэтому буду ждать вашей, вашей обратной связи, так, круто, спасибо, спасибо вам за комментарии, сейчас вообще посмотрю комментарии, а то я, знаете, так увлеклась рассказом, что, какая птичка, да, птичка была прекрасна, очень ее люблю, этот кулончик, прелестно, прелестно, сейчас не знаю, на что это говорили, но спасибо в любом случае за комплимент, так, спасибо, было интересно, спасибо вам, много пользы, спасибо, да, я старалась, будет ли запись, опоздала, да, запись буду, будет, надеюсь, что я сейчас, я каждый раз это говорю, справлюсь, нажму на кнопку и сохраню, так, все волшебно, спасибо большое за комплименты, за обратную связь, друзья, параллельно вам сейчас задам вопрос, вы подумайте, хотите, напишите сейчас, хотите, напишите попозже, просто мне в директ, я всегда открыто, чтобы с вами поболтать, пообщаться, или под этим постом, в каком формате вести, какой у нас будет эфир, вот может быть, я думаю, балансировать, один делать эфир, такой полезный, потому что у нас, знаете, сколько я тем придумала, например, вы можете, кстати, выбрать какие-то темы, или свои темы написать, например, как работает черный и белый цвет, потому что есть секреты носить, как черный цвет, как носить белый цвет, как, что такое современный деловой гардероб, потому что, честно говоря, мне написала, вот, подписчица, мы с ней в индивидуальном порядке, я ответила на ее вопрос в директе, и я поняла, что это какая-то больная тема, потому что люди чаще всего, вот, по вашим вопросам, я вижу, что деловой гардероб, это черный костюм, это не так, да, или какой-то серый костюм, ну, знаете, если это была такая унылость в гардеробе, делового костюма, мне прям грустно становится, мне хочется как-то побольше поговорить об этой теме, и показать вам формулы делового костюма, или образа для офиса, это может быть очень красиво, а потом работа с трендами, какие еще актуальные, ну, это, наверное, ближе к осени, потому что актуальные тенденции, не знаю, вопрос, вроде мы много говорили с вами про тренды, был опять этот вопрос, могу еще раз провести эфир, что, что у нас, какие у нас могут быть покупки, да, сейлы актуальные, актуальный сейл, кстати, да, вот сегодня я мало об этом поговорила, можно сделать отдельный эфир, следующий, допустим, возможно, что покупать на распродажах, чтобы это актуально смотрелось, и в следующем сезоне, в общем, тем на самом деле очень много, если у вас есть свои идеи, то пишите, вот, и первая моя идея, это вот такие виды формат, вот таких эфиров, миксовать с форматом актуальный сейл, да, вам интересно, спасибо, так, кстати, тут еще написали, благодарю, летний вайб, ага, спасибо, а, Ника, как всегда, все на одном дыхании, спасибо большое, спасибо, Оксана, спасибо большое за вашу поддержку, потому что меня это очень подбадривает, что я все-таки делаю это для вас, у вас есть обратная связь для меня, и мне сразу же хочется еще что-нибудь вам рассказывать, актуальный сейл, о, в общем, я вижу, что это актуальная тема, да, может быть, это следующий, следующий наш эфир, как раз поговорим об этом, про актуальный сейл, но мой, еще что, нравится ваши аксессуары, можно что-то про них, да, могу их вплетать как-то в разговор, да, и показывать еще что-нибудь, какие-то свои секреты, как я ношу аксессуары, но я, конечно, ношу в стиле своего ДНК, да, то есть для каждого все-таки по-разному, они будут играть, интересно про обувь летнюю, вот можем про летнюю обувь в разряде поговорить актуальных сейлов, да, например, что же такое купить, что будет актуально и сейчас, вообще-то еще полтора месяца, да, сейлы всюду начались, мы видели сейчас, вот я выкладывала сегодня, да, даже подборку, Net-a-Porter, Farfetch, Sins, MyTeresa, в сети Matches Fashion, все, на всех сайтах есть уже сейл отдел, да, страничка, и я буду продолжать эту рубрику, буду продолжать что-нибудь оттуда вылавливать и выкладывать в сторис интересное, но можем действительно сделать целый эфир, потому что вы сами, я уверена, тоже любопытствуете, складываете все закладочки, делаете свой виш-лист, и вот что из этого будет актуально в следующем сезоне, мне кажется, классная тема. Ну, а так вопрос, да, тема, я наконец-то вам задам, в общем, мой вопрос был в том, что первые части, какие-то эфиры делать вот такие информационные, с темами, которые я озвучила раньше, ранее, выше, да, а другие эфиры делать в такой стилистике, как делала раньше, когда мы говорили о стиле с более профессиональной точки зрения, я говорила про тренды, про историю брендов, про историю дизайна, и третий вид эфиров, это приглашенные гости, вот я думала, может быть, делать такой микс из этих трех тем, и миксовать один полезный эфир с советами, уроками, ну, так назовем их уроки, да, второй какой-нибудь, когда мы говорим про историю дизайна, про стилистику, стиль и моду с профессиональной точки зрения, и приглашенные гости, вот, в общем, вот это был мой вопрос, про это, пожалуйста, поголосуйте, так, Ника, все интересно, да, ну, я рада, ну, мне кажется, мы уже с вами решили, что у нас будет на следующий, на следующий раз, поэтому жду вас в следующий, не в следующий вторник, тоже будет в следующий, в следующую среду, потому что у нас тут небольшая перестановка на курсе, вы знаете, считаю, что я преподаю курс целостайлинг, персональное наставничество, и сейчас идет летний поток, у нас обычно занятия по средам, но мы перенесли вот два раза на вторник, поэтому наш эфир сдвигается на среду, так что со всеми прощаюсь, вам чудесного, чудесного, чудесной среды, чудесной недели, всегда рада с вами встретиться в директ, поэтому пишите любые ваши вопросы, если вы что-то купили, хотите купить, и посоветоваться, вы можете прислать фотку себя, я очень деликатно, очень нежно, мне кажется, комментирую, всегда даю советы, если, да, могу закрыть ваше лицо, улыбкой, могу не закрывать, и тогда могу дать такой фидбэк в сторис, поэтому всегда рада вашим вопросам, даже если я не ставлю окошко, вы все равно можете их писать, ну все, прощаюсь с вами, пока-пока, хорошего, хорошего вам конца дня, хорошей недели, и чудесного вообще нам лета, еще полтора месяца, поэтому нужно наряжаться, и использовать это время, чтобы классно отгулять все свои летние наряды, все, всем счастливо, пока-пока, так, как завершить?